По традиции, пока свежие эмоции после игры, пожалуйста, краткий комментарий по сегодняшнему улучшению. Самодача наших игроков, всей команды была как можно больше. Мы старались выложиться на 100%. Да, не хватило чуть в концовке нам, то ли сил, то ли индивидуальных действий. Тренер нам давал установки на эту игру, не дать легко получить мяч в трехсекундной зоне игрокам, таким как Глебом, как пятый игрок Бакич. Пару раз мы не справились с этим, были провалы в защите. Мало результативных передач, командных. Опять же, старались, но не хватило сил. В первой половине вам удалось нормально оторваться от соперника, а в концовке это именно физически не хватило? Скорее всего, может даже это сказывается на молодых, на возраст, на молодых игроков, которые не так много играли в Суперлиге. Может это повлияло такое моральное, может, ущемление, какое-то было. Спасибо большое. Первый вопрос тот же. Сразу хочу поздравить команду Кривого Рога с достойной победой. Обе команды старались, обе команды играли самоотверженно, с высокой самоотдачей. Уже Александр об этом сказал. Но мы проиграли вторую половину. За счет чего? За счет того, что мы в элементарных ситуациях теряли игроков, теряли, сами теряли мяч. Хотя вроде немного у нас потерь, но терять такого игрока, как Кондратовца на периметре, это плохо. Это сразу же идет. Хотя он сразу забивает, хотя в первой половине бросил 4-1, но опять же опытный игрок всегда почувствовал бросок, он забьет свое. Но я хочу выделить всю команду Кривого Рога, сыграв грамотнее нас именно в концовке, в тяжелые моменты. Но кто-то должен выиграть. Сегодня победа была на стороне Кривого Рога. Еще раз хочу поздравить и тренерской коллективе, команду. Нам не хватило самовладания, наверное, не хватило элементарной дисциплины, концовки в каких-то моментах. Ну, впрочем, мы проиграли, но я благодарен своим игрокам, опять же, за ту, за ту самоотдачу, да, за то, что не хватает технических каких-то элементов, не хватает еще чего-то. Но ребята стараются. Больше не буду ничего говорить о том, что там, чего мне не хватает или команде не хватает, там, кадровые потери или там, кадровые приобретения, какие бы хотелось. Но это такое, это игра. Сегодня вышли, мы сыграли, счет на табло. Будем стараться, будем, опять же, исправлять свои ошибки. Ну, я благодарен своим игрокам за игру. Спасибо. Так можно? Да. Как всегда, наш первый традиционный вопрос, это комментарии в матче. Как я ожидал, Игорь, тяжело. Мы, после наших проблем, которые были у нас, болезни и травмы и так далее, и считаю, да, 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 я вообще доволен с этой победой. С игром не очень, 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 очень плохо начали игру в защите. Плохо защищали все сначала, неагресивно, без контакта, Допускали очень легкие очки и с этим моментом играли недовольнее, потом успели на одну защитную деятельность, где мы имели какие-то там чуть-чуть спрессинговали, успели делать утрив 10-0 и успели привести игру к комничию, да, в третьем периоде опять утрив мы догоняли, потом начало желание, желание борьба, и я думаю, что просто из-за этого желания борьба, в первую очередь, когда мы не могли забывать открытые братьки, они забили пару важных моментов, но все равно в Дума есть высокая интенсивность, игра и команда Киева, Дума, лидер и команда Киева, и не попали как это братьки, которые с начала играли, Дума, как Липови и компания, где, 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 но это вообще игра в защите нам, скажем, то, что сначала нам делало плохо, на второй половине нам делало преимущество. А, Звездно, можно ли сказать, что первая половина игры просто не удалась команде Твист? А, Звездно, я ожидал, да будет такая игра на начале, я говорю, мы давно играли игру, знаешь, что будет великом, после травмы, тренировки очень слабые, играли, я раньше говорил с Дублорами, помогали нам тренировки, мой асистент, они делали, сами говорили, я пришел по той тренировке в едином состоянии, так же, не очень, так же, и я ожидал, что это очень сложная и тяжелая игра, очень сложная и тяжелая игра, но, слава, я говорю, из этого всего надо, я буду запомнить только два очка и победу, а так игра, все моменты, мы проиграли сегодня и подбор, мы проиграли такие моменты, я говорю, 25 очки получили нам в первом периоде, а потом за пару минут, когда я брал первый тайм-аут, в втором сними очки тоже, без одного нашего командного фаула, просто говорили, что мы были не совсем концентрированы на игру. Спасибо. По традиции, первый вопрос, краткий комментарий сегодняшний матч. Мы настраивались на серьезную борьбу, знали, что молодая команда, но играет очень агрессивно в защите, так и в нападении, поэтому, как бы, не расслаблялись, готовились с максимальной отдачей. Повлияла немножко скованность, потому что много людей было после болезни, и тяжеловато, мы только три дня, как бы, собрались, ну, как бы, в волной составе, поэтому, хорошо, что сегодня победили, эта победа нам даст уверенность дальше, мы сейчас едем в Непр, поэтому сегодня обязательно. Субтитры создавал DimaTorzok